Вот они уже и пошли. Все, пора высаживать. И вот они уже растут. Густо. То есть, моя технология не совершенно, нет. Когда-то я садил под зиму, то густо, то пусто. Надоело. Пришлось саму пробовать, экспериментировать. Ночификация, будем говорить. Я просто хочу сказать, что я не болтун. Рид на Украину, четырнадцатый год. На пятьдесят два, две книжки мои. Потом переворот. Вот. Вот это дерево, то самое, второе, на котором должна быть табличка, пусть оно изуродовано. Это королевский, привитый на манджурец. Вот. Вот это вторая ветка, вот она. Она погибла окончательно. Это Серафим. Это был родной Серафим. С него ветки не брали, никому не надо было. Я в фильме как говорю. Ребята, я стою возле цела, а он плодоносит. Видите, это Серафим. Он не самый крупный, но надежнее уже трудно представить. И, ну, слов нет. Столько у него достоинства. Вкуснейший. И долго созревает, значит, у других абрикосов нет, а у меня еще есть. Все было хорошо. Ветка рухнула, но до этого никто ни одной веточки не заказал. Все. Пропало первое дерево. Сейчас я вам показывал Фаину. Какой смысл в показе? Вспоминайте. Значит, меняется. Надо умудриться маточное сохранить. А вот маточное, вот оно и было. Соседка с скандалами заставила отпилить его, в принципе. Ветка лежала на их, как сарая, а считалось, что сарай как бы гниет. Вот. Ну, отпилил. Вылез вот этот побег. Пришла пора, и он погиб. Это еще не все. Значит, получается так. Это еще живо можно с ним ветки нарезать. Так. Но уже сразу говорю, оно и так уже наладо дышит. Видите, какие у него раны. Вот. Только для избранных. Это опоздали. Нету больше маточного серафима. Нету. Я не виноват. У меня две руки. Было бы у меня 12. А вот это я показывал в прошлый раз. То есть я сказал так. Вот это. Прививки я туда делал высокие. Вот это серафима больше нет. Так. А этот еще жив. Королевский. Рекорд 25 уже много-много лет. Уже 10 лет назад как состоялся. Потом дерево начало угасать. И вот уже только когда серафим... А так как это самое сырое место в моем саду. И дерево 30 лет на маньчжурце существовало. И потом подробно у меня своя история. Здесь и третий пень. Здесь страшная рана. Вообще еще живо все это. И прошла неделя. И ни одной веточки вот из этих. Которые... Понимаете, зачем вам эта ветка? Отрезали, привили. Получили что? Получили не копию маньчжурца-патриарха. А нечто похожее. Ну, тут облагородное действие сюда передалось. Сюда, конечно, спору нет. Не без этого. А кому нужны плоды? Ну, такие, как на моем патриархе. Ну, в разницу чуть-чуть, может быть, послаще. Жердель. Веточки этой жердели я заготовил. Не с этого дерева, а уже с сенцем. Два года они прожили с сенцем. Никто их не купил. Я хотя бы с них ветки срезал. Ну, пока не спешат их покупать. Не помню, один-два человека купила. Вот, всего лишь ветки. Еще раз говорю, не с него, а с сенцем двухлетним. Вот, которых они уже будут, АРК, крупнее. Вот. Кстати, эта жердель привита на мажорье. Два дикаря дали вот такое чудо. Смотрите. А, она еще и съедобна. Вот так. Видели, красота какая. Молодое, кстати, дерево. Благодаря тому, что оно само по себе мощное, на Украине они вырастают такие трехэтажные, громадные. А на него еще и подвью. Если бы мы рассказали о жерделях чуть-чуть раньше, то я с удовольствием заказал бы и нашел место для четверых сайлеров. Дело в том, что я здесь, в фильмах, о последних встаю и говорю, видите, ни одного не тронуто. Купил, а может быть, не больше двух человек. Кто-то сейчас похватился, уже мороз был. А вот тебе, как я рассказывал, а уже вот он, оказывается, мог бы купить, а виноват, получается, Сергей. Видите как, у меня был заказ у вашего сына, но он не предложил мне то, что было выгодно ему и мне. Я надеюсь, что вы научите своего сына, в скобках, немного украинской наглости. Я вот так отвечу, как бы заступлюсь за него. Я приходил несколько раз, а за все годы раз 20 на рынок, где торговали, видели фотографию. Наши чудо-богатыри, лучшие садоводы. И у них саженцы, у двух-трех, ничуть не хуже, чем у Сергея. Стою, разговариваю, подходит, человек, я замолкаю. Сколько стоит? Вот там 300, потом через год 400, 500. Сейчас где-то на уровне 500-600. Тут же рядом продают узбекские, которые умрут все, то есть, тысячу привезут, тысяча умрет. По такой же цене продают, да? Вот. Попробуй дороже загнить цену. Вообще никто не купит ни одного. Иногда не выдерживают. Человек спросил цену, пошел дальше. Второй прошел, пятый, десятый. Один стоял, начал расспрашивать. Он рассказывает, рассказывает. Человек пять минут слушал, повернулся, ушел. Поворачивается, уходит. А я говорю, ну, теперь я, Володя, понял. А, то есть, человек подходит, задает вопрос. Он говорит цену и замолкает. Все. Дошло это и до моего сына Сергея. Вот уже устал, вот уже все рассказал. По саду поводил. Осенью фруктами накормил датвалу. Почерк, датвалу. Это жердели, вот как здесь. Невозможно уже. Я по себе знаю. Я все время забывал сельцы предлагать, жердели и сельцы манджурцы. Вот это перед вами самосев. Это акация. Она немножко отличается от украинской. Но я сравнил по семенам, да, акация. Спутать невозможно, эти пропеллерные семена. И вот, значит, самосев. Вот так оно вырастает в природе. Ну, умоляю, когда акстамба оголяет. Вот. Вот так, как оно спасается от... Это же степь. Это бензоколонка, бензозаправка. Это возле Абакада. Это степь лютая. И там таких деревьев сотни, где повылазили, вот такую форму имеют. Вот оно. Настоящее. Они уроды, которые это придумали. Это тоже акация. И вот на той стороне дебильные вот эти деревья. Вон они падают, собираются. Тоже акации. Вот. Но здесь-то кто-то, это дикорос, кто-то считает, что это красиво. Ну, никак. Вот, понимаете? Ну, а это я посмотрел. Площадь. Вот это вот сквер. Да. Отсюда уже убрали, кстати, мертвые эти ели. Ну, это ладно, другой разговор ели. Вот. Кто сказал, что это некрасиво? Надо приучить наш глаз, что вот это красиво. А вот это, урод. Надо руки оторвать тому, кто подошел. И кто-то ж это делал. Уж не у молодого дерева отрезали вот это. Кто-то подошел, сказал так, чтобы завтра дерево было исправлено. Поняли, да? Раны-то видели какие? Это они с саженца срезали. Срезали. А потом оно вырастет и упадет на голову. Вот. КОНЕЦ Продолжение следует...